Ребята, всем привет! Мы в Вашингтоне, столице Соединенных Штатов. Да, мы в Вашингтоне, столице Соединенных Штатов. Если театр начинается с вешалки, то в моем случае очень часто путешествие начинается с автобуса. Едем мы в аэропорт, едем ли куда-то еще, передвигаемся по городу, поэтому пища для размышлений. В каких компаниях вы уже катались, как много их было, где вам больше всего понравилось? Это было в Европе, это было в Штатах, это было, например, в Индии, это было где-то еще. Подумайте, расскажите, может, нам, мне, напишите. Скажу так, что в Вашингтон нам стоило добраться туда и обратно, хотя мы еще и не поехали. 50 долларов на двоих. Покупали мы билеты не так, чтобы заранее, однако это довольно приемлемая цена. Ехать в одну сторону четыре с половиной часа. Воспользовались мы компанией Megabass. Итак, мы прибыли на Union Station в Вашингтоне. Это станция, откуда отправляются и прибывают не только автобусы, но и поезда. Здесь есть такая штука, где вам почистят обувь. Я уже не думал, что есть такая профессия, где обувь чистят, а в Вашингтоне есть. На станцию, на которую мы прибыли, это Union Station. Здесь отправляются поезда, здесь отправляются, прибывают автобусы. Здесь вы можете покушать, сходить в туалет, купить что-то в магазине и прочее, прочее. И, конечно же, сходить в Starbucks. Сам Вашингтон называют Washington DC. Почему? Потому что это District of Columbia. То есть, есть такой штат на юго-западе страны, одноименным названием Вашингтон. Чтобы не путаться, называют столицу штатов Вашингтон DC, именно District of Columbia. Как же выглядит изнутри, ухо, смотрите. Население Вашингтона, столицы, порядка 600 тысяч человек. Однако, так как многие приезжают сюда на работу, то в будние дни население увеличивается до миллиона человек. Ммм, магнитики, прикольно. Да, даже есть почетный сотрудник госбезопасности. Это откуда у них? Ох, ну он с Дональдом Трампом, прикольно. Знаете, очень удивительно услышать пение вот в таком формате. ПЕСНЯ 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 Вот вам задание. Найдите девочку, которая зевала. Итак, ребята, еще раз про Вашингтон. Вашингтон не входит ни в один из штатов. Он находится в отдельном округе Колумбия, District of Columbia. То есть, опять же, на всех автомобилях не указывается какой-то штат, а указывается именно District of Columbia. Сейчас вам покажу. Вот видите, District of Columbia. Это значит, что этот автомобиль именно относится к Вашингтону. И Вашингтон, Ди Си, это город, это столица, а есть просто штат Вашингтон, который находится на диаметрально противоположном конце страны. Разобрались вроде, да? Теперь вроде разобрались. Ребята, сейчас за моей спиной находится здание Капитолия в Вашингтоне. Если вы смотрели американские фильмы хотя бы раз, особенно об апокалипсисе, то вы могли увидеть... Оксана в моих очках там что-то машет, видите? То вы могли увидеть в этих фильмах здание Капитолия. Если кратко, то здесь созидает Конгресс Соединенных Штатов, а также здесь проходит инаугурация президента Соединенных Штатов. Вот прямо здесь, только с обратной стороны. Куча школьников приехали на экскурсию. Я думаю, с обратной стороны мы пройдем. Часть Капитолия сейчас реставрируется. В свое время Линкольн, президент Соединенных Штатов, для того, чтобы примирить юг и север, когда была гражданская война, принял решение о том, чтобы достраивать именно в этот момент еще здание Капитолия, для того, чтобы символизировать мир и объединение юга и севера. Мы находимся в здании Капитолия, на нижнем его уровне. И, как вы знаете, валюта в США – это доллары. И на всех банкнотах пишут «In God with trust». Мы верим в Бога, да? И как раз здесь эта надпись находится. Эта надпись находится здесь, прямо под потолком. Здесь есть бесплатные гиды, которые рассказывают о Капитолии. Они говорят на английском, на русском не рассказывают, но есть брошюры, где вы можете прочитать на русском. Статуи, очень много статуи, такие, как этот индейец. Например, здесь девушка стоит. То есть каждый штат предоставил человеку, который характеризует этот штат. Будь то индейец, будь то, например, деятель искусства, будь то какой-то персонаж. То есть там вот стояла страна. Здесь стоит девочка из Алабамы. Вот, например, здесь изображен первый король Гавайев. То есть каждый штат олисетворяет какая-то фигура. Прямо вот за мной находится то самое место, где проводят инаугурацию президента. Инаугурацию проводили Трампа, Обамы, Буша. В общем, всех тех, кого вы уже давно-давно знаете. Мы пришли, внутрь зашли к Капитолию, походили, посмотрели, прикольно, здорово. Сняли немножко видео и пришел спать обратно. Что нельзя было заносить на внутрь, это любую еду, это любую воду. Но если у вас там пустой термос, как вот у меня был с собой, его не надо будет заставлять, его можно взять с собой. В этом проблем нет. Оксана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы находимся на площадке Капитолия. Поправлю себе челку. Подожди, брат, не снимай. Сейчас поправлюсь. И вот, что-то я текст забыла, что там по тексту. Так, ну вот, мы находимся перед зданием Капитолия сегодня. Снимаем, съемочка пошла. И сегодня тут раздают бесплатные макароны. Мы в эфире, погода довольно солнечная. И мы хотим попасть сюда совершенно на халяву. Рядом вот с нами сейчас идут несколько русских туристов. Вот вы видите их справа от меня. Они просто ходят и мешают наши съемки. Однако это не меняется дело того, что у меня новая прическа. Надеюсь, вы ее заметили. Также вы можете знать, что про Капитолию снимают интересные видео на руки многие членов. Ссылочка будет внизу в описании. Подписывайтесь также на мой инстаграм. Следующие новости. Мы взяли с собой коллегу, которая сидит прямо передо мной. Она заснула. Просыпайся, Рэйчел. Рэйчел, просыпайся. Ну все, сняли, пошли. В Вашингтоне музей бесплатный. В какой мне порекомендовали сходить, с учетом того, что у меня есть один день? Это музей воздухоплавния и космонавтики. Здесь находятся всевозможные экземпляры кораблей, спутников, каких-то космических аппаратов. И находятся здесь оригиналы или их копии. Это очень круто увидеть это все вблизи, с учетом того, что я, например, все, что связанное с космосом, каких-то даже маломальских спутников, не видел никогда. Эта экспозиция посвящена высадке человека на Луне. На входе даже находится такая, я не знаю, это ракета, это корабль, как это назвать. И на ней обозначение СССР. Вот, вот здесь. Огромный такой муховик. Сверху самолеты, самолеты. И тоже самолеты. У меня очки упали. Очень, очень здорово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова